Второе направление 2 0 2 5 1 8 118 30 43 8 44 0 6 9 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 Субтитры создавал DimaTorzok В те далекие послевоенные годы советские геодезисты создавали первую топографическую карту малодоступных районов Восточной Сибири. Задание было правительственное, срочное. Отсутствие точной карты тормозило ставшее в порядок дня освоение этих богатейших земель. Закончив полевые работы в центральной части Алданского Нагорья, наша экспедиция возвращалась на базу. Только несколько партий геодезистов еще продолжали наблюдение в районе хребта Становой. Прощай, суровый край, наконец-то мы вырвались из твоего плена. Сколько раз, истоптав очередную пару сапог, глотая едкой дым костра, мы мечтали об ином тепле и проклинали в сердцах и твои бескрайние болота, и полчища комаров, и серое выцветшее небо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ребят, начальника не видели? Да здесь где-то был. К наблюдателю пошел, кажется. А что, случилось что-нибудь? Самолетов не будет? Хуже. Что может быть хуже, когда домой идешь? Ну вот, опять загорать будем. Любань, к наличнику, а? А что там, прогнулся, что ли? Начальника не видели? Да вон у костерка сидит. Григорий Анисмич, подожди минутку. Радиограмма срочная, Ирштаб. На гольце Ямбуй, бесследно исчез наблюдатель Владимир Ефименко. Поиски результатов не дали. Это уже второй случай исчезновения нашего работника на этом гольце. Весной пропал Сережа Петрик. Наблюдатели категорически отказываются заканчивать работы. Что делать, Лодкин? Пошел за дровами, накрыло туманом. Заблудился. Заблудился? Да там и заблудиться-то негде. Ямбуй, как маяк, отовсюду видать. Скорее всего, в зыбун попал. А я думаю, надоело ему все. Наплевал на расчет, к девчатам жилуху подался. Постыдился бы. А что, не бывает, что ли? Да нет, на Володу не похоже. Павел! Завтра мы с тобой идем к гольцу Ембуй. Что? Назад? Да, назад. Да вы что, в самом деле шутите? Я со Светланой договорился, завтра она придет на аэродром встречать. Да нет, не шучу, какие уж тут шутки. 2 сентября 1949 года, штаб Плоткино. Иду с проводником и радистом в район гольца Ембуй на поиски пропавших. Приказываю всем подразделениям в районе гольца принять меры безопасности и при любых обстоятельствах продолжать работы. Теперь до самой стоянки его не увидишь. Сколько километров пробежит сзади, нему не постижи. Ему что не бегать, жена не ждет. Олень шибко варился, начальник. Перекур надо делать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Медведь, ей Богу, медведь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Видишь, какой медведь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Говорит не хочет, шибко пугался. Заблудился должно быть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ты похож. Глаз твой, как у оленя. Где он мог видеть такие люди? Пожалуй, верно. Иду командирас? Торгул рекитту командират. Торгул учил Иду. Саня, парикал нумарватай. Суроват мунун. Батоди гаван синева. Ишь ты шельмец. И не упадет. Они колхозные пастухи. Кочуются оленями в горы. Нам вместе топтать след. Тогда поехали. Встреча с пастухами и венками большая удача для нас. Замечательные охотники и следопыты. И венки до революции их называли тунгусами. Всегда считались лучшими проводниками по сибирской тайге. Вот кто мог бы оказать неоценимую помощь в наших поисках. Если бы только удалось уговорить их пойти с нами. Перестань, Загри. Хватит. Ко мне. Слушай, начальник, меняться хочешь? Бери за своего кобеля половину нашей собаки. Корма для них много нужно. Они в тайге сами себе прокормят. Себя-то прокормят. А нас? Олени жирные будем давать передачу. Не стоит того загреб. Он злой кобель, людей кусает. Горе с ним не оберетесь. А что такой дурной? Куда тропу умнете? Пойдем к Гольцу, Ямбуй. Знаешь такой? Ямбакай? Да. Разве ты не знаешь? Ямбакай место шибко плохое. Почему? Там люди пропали. Кто вам сказал об этом? Сама знаю. Три года назад близко к Гольца депка потиралась. Без следа потиралась. А потом мужик. Шибко хороший охотник. Он пошел олени промышлять. Тоже пропал. Вы хорошо искали? Как искать? Без следа потерялись. Куда же могли деться люди? Как ты думаешь? Мой старик Корарвах говорит, будто там, возле горы, живет злой дух Харги. Ты веришь в духов? На свете много чего есть. Даже самый мудрый всего не знает. Может, я не стану верить. Если ты... Если ты скажешь, куда могли деваться люди без следа пропасть... У нас тоже человек пропал. Лючи? Да, русской. Ой-ой-ой. Видишь? Духа шибко гневается. Сколько людей брал? Все мало. Луча, садись. Так как алло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Думаешь, мы жадные? Старику надо есть меньше, чтобы нескоро забрала смерть. Он болен? Ты как теленок глупый. Тебе надо знать. Если старика досы-то кормить, он ленивым станет. Скоро пойдет к приткам. Карарбах лучше всех знает, где есть хорошее пастырище, как лечить оленей, где добыть зверя. Без него нам всем хуже будет кочевать в тайге. Лучше половину стада потерять, чем Карарбах. Почему она наказывает одного? Виноваты оба. Пусть и знает. Пища сама в рот не ходит. А сейчас мать наказывает. Раз не может добыть себе еду, а потом тайга будет, она не пожалеет. Видишь, у него ушей нет. Пропадал голодный в тайге, отрезл их и съел. А остался жить. Ты бы догадался? Пожалуй, нет. Ума не приложу, что происходит на этом кольце. Одно ясное исчезновение наших ребят не случайность. Ты что, долбочи? Люди говорят напрасно, идем одни на имбука, начальник. Надо туда много людей ходить. Ты что, тоже веришь, что там чум Харги? Харги мне плохо ничего не сделал. А тот, кто забрал людей без следа, тот шибко хитрый. Чего мокнешь? Старика не пересидишь. Жду, хочу поговорить. Эй, напрасно ждешь. Он давно глухой. Без ушей язык заблудился. Что говорит, только нам понятно. Лонора, объясни мне, пожалуйста. Венки считались православными. И ты, и Карарбах, вероятно, крещеные. Почему же вы поклоняетесь не Христу, а Духам? Кому нужен твой Христос? Он шибко далеко на небе. Он не знает горе людей. Фото в Тайге Духи живут. Они все знают. Все видят. Ты не ходи на ямбукай. Слышишь? Духи сердятся. Штаб Плоткину. Помимо Петрика и Ефименко, в районе Гольца-Ямбуй при тех же загадочных обстоятельствах исчезли два ивента. Желательно отправить в мое распоряжение десятника Елизара Быкова из партии Цибина с проводником-охотником, хорошо знающим район Гольца. Всем подразделениям оставаться на своих местах. Спасибо, принесли дровишек. Вчера последний полен сожгли. А ночью такая дура замела. Думали, вправду не откопаемся. Чтобы я еще раз пошел в поле. Все, амба. Это мы уже слышали. Ну как, Елизар, пойдешь на ямбуй? А че? Раз Григорий Анисимович просит, да и рябчик в охоту пострелять. Тут есть одна загвоздка. Проводники все в разгоне, а остался один Илья. Я слыхал, ты с ним не в ладах? У вас что-то было на джук-джуре? Да, в общем, некрасивая история. Ну, а других проводников у тебя нет? Сам понимаешь. Ну, а чем тогда разговор? Ну, хорошо. Я останусь здесь за тебя и помогу Степану. Добро. Какие новости, Павел? Из штаба хорошие вести. Елизар вышел нам навстречу. Да, старик-то этот. Вчера, кажется, медведя удел. Карарбах? Ну, он охотник, куда с добром. Добро. Продолжение следует... Амикан, ты думаешь, мы тебя убили? Нет, тебя убили другие люди. У него своя тропа, он хромой. Догоняй его скорее, а то он далеко уйдет. Медведь не должен догадаться, кто его убил. А то он будет мстить Карарбаху и нам покоя не даст. А ты делай как мы. Кук! Ну какого дьявола ты здесь топчешься, косолапый? Убирайся и иди догоняй Хромова. Ты правильно говоришь. Как и Венг. Кук! Лонарар, что вчера произошло на охоте? Разве ты не видишь? Медведь из старика мало-мало царапал. Твой кобель помог. Спасибо ему. Да и нам Загрю, а. На собак менять не хочешь? Бери трех самых сильных оленей. Соглашайся. Больше никто не даст. Нет, Лонарар, без Загрю нам не найти товарищей. А вот если бы вы кочевали с нами и помогли нам, я бы отдал тебе Загрю. Кто поверит в таком большом котле? Нет ума. Затурел, что ли? Самый худой человек не захочет идти к злому духу. uetца размер Загрю Мандыр, мандыр. Загрю Спасибо тебе, Ланаразов, все. Пусть ваша тропа никогда не знает бед и встретится с нашей. Ты бы лучше мимо прошел. Чем теперь нам думать? Ты живой останься или пропадешь без следа. Пусть ваша тропа. Прямо гляди, вон ямбукарь. Но! 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 Григорий Александрович! Олеги, держись! Начальник! Олеги, держись! Берег придет! Олеги, держись! Берег придет! Попробуем! Вот... Вот! Проводник от Сыбина. Почему один? Начальник, мои люди потерял. Как потерял? Совсем. Кто с тобой был? Елизар, фамилию моя не знает. Елизар Быков? Быков, Быков. Он на МБУ ходи, назад нет. Сколько дней как пропал Елизар? Два. Ты его искал? Ну, искал ты его? Может быть ты знаешь, что случилось на Гольце? Долбочи, спроси ты его. Может он тебе скажет, что случилось на Гольце? Надо ходить к нему на табор, там будем говорить как что. Где твой табор, откуда ушел Елизар? Ну? Тут замарли. Пошли туда, покажешь дорогу. А я туда не ходи. То есть как? То есть как это не ходи? Бери! Бери Олень! Бери Вьюк! Бери все! И я на МБУ один шаг не ходи! Ты смотри. Шутить с тобой никто не будет. Трогай, Долбочи. Мот! 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 Связку Ильи я сам возьму. Мот! 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 Заблудиться тут Елизар не мог Негде Да и погода все время была хорошая Дегор Ильич Поглядите Вижу Свяжись со штабом и выясни все насчет этого каюра Пойду к гольцу Может перехвачу след Елизара Да куда же вы пойдете Место здесь какое-то проклятущее Завтра вместе пойдем А если Елизар ногу сломал и барахтается где-нибудь в болоте Долбочи Ты дай Леним отдохнуть и отправляйся к Цибину Очень прошу тебя Я сам вижу что надо быстрее людей сюда тащить А Елизара искать Когда ушел Елизар из табора Утром или вечером ушел Елизар Может быть он собирался к озеру на охоту Может быть ты слышал что-нибудь Выстрелы Крик Отвечай же ты На Ембу и ходи назад нет Это я уже слышал Павел Передай Плоткину Чтобы завтра прислал самолет пораньше Надо осмотреть окрестности Елизар Передай Плоткину Передай Плоткину Передай Плоткину Вперед Сагаря Вперед Передай Плоткину Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! 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 Тихо, 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 тихо! КОНЕЦ Да у тебя кажется Прямь серьезное намерение Загря КОНЕЦ 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 Где Елизар? Где Елизар? Нет, ты будешь говорить Ты мне все расскажешь Что ты сделал с Елизаром? Что ты сделал с Елизаром? Отвечай, вовремя! Погодите, Григорий Ильич Опомнись Вот, радиограмма Прочтите По непроверенным сведениям Чего там непроверенным? Типичный вредитель Весной на одной из вершин Джукджурского хребта Отправились техники Елизар Быков, рабочие и Каюр Илья По пути им надо было перейти речку Проводник потребовал сделать переправу Лес пришлось таскать на плечах более чем за километр Через качковатую марь Когда переправа была почти готова Илья перевел животных вброд Быков не сдержался Ударил Каюра Хорошо помни, мы с тобой еще тайга ходить будем Будто бы пригрозил ему Каюр С тех пор они никогда не ходили вместе Это правда? Водоспалок перевел Елизаром, а я не трогал Тогда где же он? Не знаю Алло, Борт! Борт! Даю настройку Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один Как слышите? Как слышите меня? Прием Видимость хорошая Хорошая видимость Никаких признаков присутствия человека Вас понял Алло, Борт Покрутитесь еще с полчаса над кольцом Чтобы Елизар успел развести костер Если он вас видит Понял Покрутитесь еще с полчаса над кольцом Елизарем Если бы он сломал ногу и лежит где-то здесь на россыпи, он бы ответил выстрелом. Без ружья Эризар не ходил. Здесь кто-то недавно был. Посмотри-ка, дымокур под камнем. Окурок! Еще один. Но ведь Элизар не курил? Никогда. Газета на евангийском языке. Значит, здесь был Илья. Жуткая крутизна. Слышите, как ходит? Если сбросить человека. Приговори, Анисимыч, подите-ка сюда. Это винтовки. А шейка обрезана под бердану. Такие патроны я видел у Ильи. Значит, я курки его. А чьи же? Сюда они поднялись вместе. Здесь Илья убил Елизар и сбросил труп вниз. Расчет прост. На дне ущелья его похоронит особь. Попробуй найди. Все-таки какой смысл было Илье посылать нас сюда? Да он был уверен, что мы не найдем труп. Убийца. Вернемся в Владель. Я возьму его за глотку. Как миленький признается. За дровами ходить точно на север, километра два. Вода у подножья в роднике Азимут 15. Идти по зарубкам. Пойдем-ка к воде. Там и чайку попьем, пора подкрепиться. Глухарь. Ей Бог, глухарь. Что за чудо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это наш котелок. Такие в тайге не бросают. Ну-ка посмотри, вот здесь не буква. С. Да. П. Сергей Петрика котелок. Зачем бы ему быть на дереве? Следы. Только звериные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, где же птица? Не Харгижина сводит. Тссс. Смотрите, он туда. Он тихо заглянул. Чуть повыше ельника. Видите, черное пятно. Пошевелиться Так это же мой вчерашний шатун, быть он проклят Узнали? Еще бы Здоровущий, такому ничего не стоит разломать ловушку У вас теперь есть возможность с ним рассчитаться Дай взглянуть Пожалуй, ты прав Лучше это сделать сейчас, чем потом с ним встретиться где-нибудь в кустарнике Что-то чует Вот досада, теперь уйдет Ему не до нас Здесь сакшуй, он на них охотится Вам надо подняться на тому камню И там уж вы его наверняка без осечки уложите А ты спускайся в лощину Если медведь учует меня раньше, чем я успею у него выстрелить, он пойдет на тебя Тут уж смотри, не обмешивайся Возьми на всякий случай сакшуй Сакшуй, не обмешивайся Вот и встретились С полем тебя Дружище Убить шатуна не шутейное дело Встань Можно и вправду подумать, что я один герой Чья пуля остановила зверя, тому и честь Того и поздравляют с полем Понял? Ну вот вам и Илья Догадался, стервец ушел И оленей увел Одного хромого нам оставил Теперь ищи ветра в поле Камнепад в ущелье Совсем завалит Элизаром Если труп Елизара где-то здесь, как думает Павел Загрева и под камнями учует Но что же случилось с остальными? Ефименко мог нарваться на шатуна Нет свирепей зверя, чем медведь, не залегший в берлогу Тут пощады не жди Один выстрел может решить, кто останется в живых Человек или зверь Но ведь Петрик пропал весной Весной шатунов не бывает Они погибают от голода Попал в Зыбун Заблудился Все может быть Десятки опасностей подстерегают в тайге нас Пришедших из другого мира И каждая может стать причиной гибели Но и венки, они тут дома И почему все несчастья случаются на этом гольце? Ну и круто Что нового? Никаких следов Все это нам с тобой померещилось Вот, куропатку убил А у тебя? Олени нашлись Стояли у брода через река Ты вроде бы и не рад Совсем все запутался Не знаю, что и думать Вот что странно Петрика долго искали весной Почему же никто не заметил Котелка на дереве? Ищи, загляд Ищи Сегодня надо пройти тропу до конца Пусти Пусти 43-й Ты не знаешь, у кого из наших были такие сапоги? Елизавет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok След медведя Но он же в другую сторону шел Посмотри, как глубоко вдавлены пятки задних лап Он тащил Ефименко волоком пятись задом Откуда он взял его? Вероятно, нашел труп И поступил, как с любой другой добычей Оттянул в сторону и спрятал под валежником Медведя любит мясо с тушком Ефименко убили здесь, на тропе Но с какой целью? Какие при нем могли быть ценности? Документы? Не торопись Может он ранил медведя, перезарядил, а выстрелить не успел Ствол чистый Выстрела вообще не было Значит не медведь Не иначе тут банда бегло живет Почему же они не взяли ружье? А зачем им лишние улики? Они не хотят обнаружить свое присутствие Убивают свидетелей, забирают документы Ты что? Черт Все время кажется, что на меня кто-то смотрит Давай убираться отсюда по добру, по здорову Придут наши, тогда разберемся Смей, чайник Гремишь на всю тайку Как же вы искали Ефименко? Он был убит почти на тропе Григорий Анисович, мы не думали его искать на склоне Тем более убитого Мы считали, что он заблудился в болотах Кто же мог убить? Похоже, кто-то скрывается на гольце А Елизар? Тоже убит? Вероятно Трупа мы пока не нашли Илья, пойди-ка сюда Хорошо, что ты вернулся, Илья Все люди сюда пришел Моя с ними Вчера на гольце мы нашли твою гильзу от Бердана И окурок Ты был там? Моя на Эмбой не был А кто был? Елизар Елизар не курил! Сядь, Павел Он потерял на комарник Брал у меня махорку Машку отгонять И гильзу я давал Он рябчиков все сел Подманивал Да врет он все Слушайте вы его Моя худо, Елизар Не делай Не делай худо Понимаешь? Ну и дела Будь они проклятые Стой, кто идет? Кто идет? Чего ты орешь, как сумасшедший? Лучше чай грей Дорога длинная будет А где начальник? Григорий Анисимович Полыхай новости, начальник Амикан твои люди кушают Людоед? Медведь-людоед? Бу-бу-бу Альгоменский пастухи Сказал На Ямбухае Людоед А ты уверен, Лонараш Что Альгоменские Не ошиблись? Ведь до сих пор Никто никогда не слышал О медведе-людоеде Раньше не было А теперь есть Карарвах никогда Не погнал бы оленей Если бы не верил Что людей съел медведи Старик боялся Что он и тебя съест Постой-ка А ведь он и за мной охотился Я подумал, что шатун Нет, не шатун Шибко плохой зверь Постоянно людей кушает Он и тебя ловил? Ловил, да не поймал А вчера мы его с Павлом прикончили Ну и ну Кто бы мог подумать ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Штаб Лодкину. Выяснилось, в районе Гольца долгое время свирепствовал медведь-людоед. Медведь был убит радистом Павлом Сергеевым. Может, не надо? Неудобно как-то. Ну, вычеркни. Ну. А давайте оставим. Светлане приятно будет. Ну, оставь. Светлана. Карарбаха спрятать надо. Как спрятать? Обманывать Харги. Он сам хочет смотреть медведь, который ты убил. Он думает, этот другой не людоед. Нет, ошибиться я не мог. Это мой 21-й медведь. А потом, ты же знаешь, два больших амикана в одном месте не живут. Человек не может все знать. Надо делать. Как говорит старик. Ну, хорошо. Я отведу Карарбаха к убитому зверю. Но пусть он сначала нам поможет найти Елизара. Ему какая одежда нужна? Все равно, что даже лишь вы были похожи на лучи. Ну, какие планы на сегодня? Будем наблюдать. Скоро завьюжат. Последние денечки. Вдвоем справитесь? Да, пойду со Степаном. Остальных берите на поиски. Оружие передай ребятам. Оно тебе на пункте не нужно. Хорошо. Подъем. А зря на медведя все валит. Медведь ведь он трус. Здесь, может, в этих болотах какие-то допотопные чудища жируют. Хруснешь, как орешек, Степа. И поминай тебя, раба Божьего. С меня-то что взять? Я набегался в тайге. Пропитался табаком. Никакая зверюга близко не подойдет. А вот над тобой, Федя, потешится. От повара завсегда маслами пахнет. В раз пикнуть не успеешь. Ты что? Федор, отпусти ты что, обалдел, что ли? А пусть и уронишь ты. Федя. На, на, на. Ой, Луча, ой, Луча. Луча. Ой, Луча, Луча. Ой, Луча, Луча, Луча. Колгата. Мандруя Мандрива. Так. Не вижу. Нет видимости, придется ждать до вечера. Ждать не лес валить. Мандруя Мандрива. КОНЕЦ КОНЕЦ Степа! 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 Что случилось? Что случилось, Степан? Где Цибин? Степа! Ты что, не слышишь меня? Где Цибин? Что с тобой? Где Цибин? Степан, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Ну, отвечай, что... Где Цибин? Медведь Цибин, где? Там Цибин! Цибин! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Хорошо, что ты не срабел, Рыжик Григорий Анисимович Ну был бы медведь, как медведь Тут страшилище какое-то Я бросился к пирамиде А она, дьявол, скользкая Успел схватиться за крестовину А он тут как тут Схватил меня за ногу и давай стаскивать Если б не за крест тащил бы, подлец, обязательно стащил Живой, Рыжик За малым не съелся, Танюка А ты бы плюнул ему в глаза А я и плюнул Вот он около меня и задержался А не только тобой побаловался Ну и работенка у нас, будь она проклята Как он вывернулся, черт его знает Прет на нас махами, я сразу понял, людоед А мировой рекорд не установил по прыжкам? Да, не скрою, старался изо всех сил А вот говорили, с людоедом покончено Покончено Выходит, другого убили Вы уж простите меня, ребята Так а может, они тут все людоеды Медосмотра же им не было И правда Как быстро этот глухой, неразговорчивый старик подчинил меня себе Я иду за ним, как ребенок И верю в ему свою судьбу Недаром пословица говорит Мать дает человеку жизнь А годы опыт Опыт На, 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 на На, на КОНЕЦ 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 Харки Харки Наши ребята ходили по этой тропе за водой Пустой котелок звенел Людоед бежал на звук и устраивал засаду Абитрий Батя Вот что, наверное, хочет мне рассказать Карармах Загря, но напугал мерзавица Ну, ну, ну Нагадь Я остаюсь караулить Елизара Я остаюсь здесь Ты иди Городат В лагерь Понял? Это Соболь В лагерь КОНЕЦ 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 Только не спать Не спать Сон это смерть КОНЕЦ 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 Вперёг для встречи с Елизаром Да вот как встретились Помянем Да, задал нам задачку этот медведь Боюсь, не успеем отнаблюдать Не успеете, будете наблюдать по снегу Нам не простят, если мы не закончим карту в этом году Григорий Анисович Разрешите пойти на галет с всем отрядом Нас много, медведь не посмеет напасть А вы уверены? Потом мы в тайге не одни Людоеда нельзя оставлять на гольце А что вы предлагаете? Попробую еще раз попытать счастье Можно я пойду с вами? Нет Когда два люди ходят вместе, говорит Амикан их боится Двоем его не убить Еще слушай, надо ходить с котелком Хорошо Амикан ловит людей справа вот это место Хорошо, говорит, помню А откуда он знает? Спроси его Идукса сейчас Это он Ты как сова, говорит У тебя глаза есть, а не видишь? Надо хорошо следы смотреть У Амикана левая нога кривая Он не может быстро бегать Охотится только с крадом Значит, вы все-таки решили идти Да И вы считаете, что имеете право рисковать собой? А почему вы не хотите вызвать парашютистов, охотников И устроить облаву на звере? Потому что у меня нет времени Не сегодня-завтра ударит мороза Медведь уйдет в тайгу делать берлогу, а там его из дивизии не разыщешь А весной Новые жертвы Так что Или Или У меня нет новых Отвечать все равно за все буду я один Ты что делаешь? Что это у тебя за раствор? Не мешай Он правильно делает Его отец хороший лекарь был Илью мало-мало учил А теперь, слушай Что-то я тебе скажу У Ивенков нет закона Чтобы бросить людей в беде Лучше Принять Гнев духов Старый пойдет С тобой Он найдет тебе медведя Однако он не будет стрелять Харги хорошо знает его Бертану Если Микан увидит его Он подумает, что другой зверь Хочет отнять у него добычу И быстрее набросится на тебя Потом помни Если Карарбах тебе поможет Тогда Загра Будет мой Ты сам Так сказал Хорошо, я согласен Загра Загра Хороший собак Хороший Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем я иду? Кому нужен этот поединок? Для медведя заросли сланника его дом Я здесь чужой Мы не на равных Только дай овладеть собой страху Отступи Уже никогда не заставишь себя пойти навстречу опасности Никогда Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас. Кожло! Этен! Не надо! Неужели ушел? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С болото уйдет. Не достанем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 23 сентября 1949 года. Штаб Плоткину. Цибин приступил к наблюдениям на пункте Ямбуй. Есть уверенность, что все полевые работы, необходимые для создания карты, будут закончены в этом году. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прощай, Нагорье, мы уходим, но не все Спят вечным сном наши товарищи геодезисты на селе Ткани Под гольцами Сага и Ямбуй На твоих безымянных холмах Нагорье Это жертвы, которые мы приносим грозной природе за право Первыми нарушить ее покой Пройти и измерить доселе неведомые и немеренные пространства Скоро сюда придут другие геологи, ботаники, изыскатели и строители дорог До свидания, до свидания У них в руках будет наша карта и наш опыт Ну, может еще и встретимся До свидания, Лонора До свидания Твоя мать счастливая Ты как-то легко ушел О своей стоимости не забываешь У нас остается от тебя загород Так получилось, Загород Прости Твоя мать счастливая Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok